Хабаровск переживает пик наводнения. Уровень Амура держится на отметке 790 сантиметров. 1 сентября разрушительную силу Амура почувствовали на себе 52 населенных пункта Хабаровского края. Большая вода пришла в Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский и Ульшский районы. Сотрудники МЧС продолжают эвакуацию людей из опасных зон. В пунктах временного размещения находится более 400 человек. В них есть горячее питание, организовано дежурство медиков и психологов. Проводится работа по обустройству временных дам вдоль рек по прибрежным зонам населенных пунктов, чтобы не допустить подтопления территории жилых домов. МЧС доставляет гуманитарный груз со складов Росрезерва. На подтопленном участке трассы Хабаровска-Комсомольск-Намури работает паром. Военные наладили движение и разгрузили пробку, которая была ранее. ГИБДД пропускает на паром по 20 автомобилей. Рейс туда-обратно занимает примерно полтора часа. Пассажиров перевозят отдельно. Для них приготовлены продукты питания, вода и туалетные принадлежности. Владимир Путин, завершая проходившее во Владивостоке совещание по борьбе с паводком, уволил со своего поста министра по развитию Дальнего Востока Виктора Иршаева. Специальную комиссию, которая будет работать над устранением последствий паводка, возглавит Юрий Трутнев. Он будет назначен на должность вице-премьера и одновременно полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.